Добрый день, дорогие наши читатели! Разрешите представиться? Меня зовут Александра. Приветствуем вас на вечере, посвященном 100-летию со дня рождения Платона Ламутского. Платон Афанасьевич Ламутский – видный общественный деятель, заслуженный работник культуры Якутской АССР, член Союза писателей СССР, овенский поэт и прозаик. Платон Афанасьевич Степанов Ламутский родился 13 ноября 1920 года в Эвене-Бытантайском Улусе. В 1937 году он окончил Якутское педагогическое училище. Потом молодой учитель был направлен на работу в Север. Еще с ранней юности он очень увлекался устным народным творчеством эвенов. Сам пробовал сочинять поэтические и прозаические произведения. Его первые стихи печатались с 1939 года. Вскоре произведения молодого учителя Платона Ламутского опубликовались на страницах периодической печати Якутии и соседних областей в переводе на русский и якутский языки. Лучшие из них в переводе на русский язык вышли в печати в центральных изданиях. За период существования якутской литературы наши писатели создали значительные художественные произведения, отражающие разные этапы жизни якутского и других народов Севера. Эти произведения стали неотъемлемой частью духовной жизни обществ, отразив изменения в его социалистическо-экономическом, политическом и культурном развитии. Тонкий знаток родного языка и литературы Платон Ламутский создал прекрасные национально-колоритные стихи, которые становились песнями и широко разлетелись по необъятным просторам Севера. Стихи Платона Ламутского отдельной книгой в семь раз были опубликованы издательствами Якутска и Магадана. Лучшие из них были напечатаны в Ленинграде. На якутском языке были напечатаны несколько сборников стихов Платона Ламутского Хамурах Устун, Хэджа Джерейер и Кюню Батстым. Писатель Платон Ламутский для детей также опубликовал эвенские сказки и сборник рассказов. В произведениях, включенных в эти сборники, поэт поспевал красоты прекрасной северной реки Индигирка, создавал образы самоотверженных тружеников тундры, поэтично и трогательно рассказывал о животном и растительном мире родного Севера. Педагог и писатель Платон Ламутский Своими произведениями учил детей ценить дружбу народов, высокое человеческие качества, особенно доброту и трудолюбие. В стихах для детей поэт описывает домашних животных, зверюшек, птиц северного края. Хоннакчан – это маленький олененок, только начинающий жить и держащийся около матери. Писатель создает трогательный, хрупкий образ олененка, который является частью природы, так же, как и самих людей. Поэт простым доходчивым языком рассказывает детям о зверюшках, знакомит с их паводками и хитростями. Ламутский увлекает маленького читателя, его стихи познавательны, учат любить природу. Поэт часто использует сюжет сказок. В стихах о говорливой птичке автор рассказывает о лентяе, который предпочитает молодым языком, чем помочь матери. Поэт посвящает маленьким детям песенки об их счастливой паре, когда они отжимы любовью и заботой. Платон Ламутский известен еще своей поэмой «Мой дед, трижды рожденный», в котором поэт философски размышляет о судьбе родного народа, о смысле жизни и любви. Платон Ламутский был автором крупных прозаических произведений «Рассказы родителей» и «Дух земли». В книге «Рассказы родителей» Платон Ламутский с реалистической силой описывает жизнь родного народа широким охватом его суровой действительности и с глубоким раскрытием его национального характера. Книга вышла в Якутске в 1965 году. В поэзии Ламутского большое место занимает пейзажная лирика. В стихотворении «Священная береза» поэт восхищается красотой северной березы, украшенные собой и Ленские, и Вилюйские берега и берега горной Индигирки. Родная сторона, северная река, высокие горы – это любимый пейзаж поэта. Ему одинаково дорог как приход весны, так и осень, зима, которые прелестны по-своему и ожидаемо на севере. Особым предметом преклонения поэта является олень – краса и горда северного края. В любовной лирике Ламутский описывает робкую, невысказанную и нежную любовь к северянке-труженице. В каждом его слове слышится голос тайной страсти и желания к любимой. В мягком юморе угадывается чувство нежности к ней. В любовных стихах поэта преобладает юмор, чувство радости и счастья. В 1987 году поэ создал первый эвенский роман «Дух Земли». Роман «Дух Земли» является литературным подвигом Ламутского, над которым писатель работал многие годы. «В истории эвенской литературы» – это второе крупное прозаическое произведение после повести Николая Тарабукина «Мое детство» и первый эвенский роман. «В истории мировой литературы» – это первый роман эвенского народа. У автора давно зрела мечта о создании крупного эпического жанра. В нем писатель на примере жизни оленеводов-охотников семьи Маркани отражает быт и жизнь эвенов, увлекательно и красочно показывает их обычаи и обряды, и отличительные национальные черты характера эвенов. Писатель, исследуя историю своего народа, раскрывает и изменения его самосознания. Раньше эвены полностью были зависимы от природы, сейчас себя осознают хозяином своей земли и своей судьбы. «Дух Земли» Платона Ламутского воспринимается прежде всего как этнографический роман. «Мама» – это огромное неведомое животное для эвенов, является духом Земли, которого нельзя беспокоить. А эвен – это маленькое зависимое дитя природы, боящееся всего и всех. Но в его сознании происходит огромное изменение. Он начинает объективно ощущать окружающий мир, постигать его тайны и возможности человека. И вывод, к которому приходит Марканин, содержит в себе главную идею произведения. Настоящий дух Земли – это сам человек, хозяин мира и жизни. Такова жизнеутверждающая идея романа Ламутского. Платон Афанасьевич со своей супругой Евдокией Дмитриевной воспитали 10 детей и основали педагогическую династию. Среди потомков Ламутского – отличники образования, заслуженные работники культуры, поэты, мелодисты, общественные деятели. На этом мы завершаем нашу встречу. Спасибо за внимание. До новых встреч.